В начале заседания депутат Одесского городского совета Александр Ищенко напомнил о том, что городской совет подал на инвесторов Одесского аэропорта иск в суд о признании в действительном положении устава и договора с инвестором, определяющих размер доли города и инвестора, а также устанавливающих вклады в уставной капитал ООО Международный аэропорт Одесса. Размер доли города в уставном капитале ООО должен быть пересмотрен. В связи с этим и был подан иск о признании частично недействительными тех положений устава общества с ограниченной ответственностью и договора о принципах корпоративного управления, которые и определяли размер и распределение долей в уставном капитале общества. Мы считаем, что в этой ситуации вполне можно и путем мирового соглашения с инвестором достигнуть справедливого распределения долей города, что даст, несомненно, новый импульс к движению. Если мы идем по пути сохранения отношений. Если же нет, то результаты рассмотрения этого иска дадут, на мой взгляд, ответы на многие вопросы и по дальнейшем готовности инвестора к сотрудничеству и вообще по судьбе этого сотрудничества на будущее. Напомним, что свое согласие на участие в совместном предприятии ООО «Международный аэропорт Одесса», созданном для реконструкции аэропорта, Одесский горсовет дал еще в июле 2011 года. Вторым участником совместного предприятия стала ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент ЛТД». При этом, согласно принятому на сессии решению, лишь 25% имущественного комплекса аэропорта остались в собственности города, а остальные 75% перешли в частную собственность, бесплатно и без конкурса. Еще тогда некоторые депутаты выступали против передачи воздушных ворот Одессы по сути в частные руки, однако депутатское большинство доводом противников передачи аэропорта не вняло и воздушные ворота Одессы все-таки были переданы частным инвесторам. Минуло уже три года и пока главный итог – это констатация факта, что могучие зарубежные финансисты оказались не более чем мифом. В итоге решением сессии от 25 июня нынешнего года создается временная рабочая группа, куда входят представители различных политических сил. Главные задачи группы – разобраться в вопросе организации реконструкции и развития Международного аэропорта Одесса и предложить решение, защищающее интересы территориальной громады города. Что касается нынешнего заседания комиссии, здесь было принято решение направить в ООО Международный аэропорт Одесса письмо с требованием предоставить ряд документов. Также на минувшем заседании заслушали представителей двух всемирно известных аудиторско-консалтинговых компаний Ernst & Young и KPMG. О необходимости проведения такого аудита одной из компаний, входящих в так называемую «большую четверку», то есть в ряды лучших аудиторско-консалтинговых фирм, заявил на сессии 24 ноября мэр города Геннадий Труханов. Во вторник депутатская комиссия ознакомилась с предложениями аудиторов и по итогам их выступлений рекомендовала городскому главе все-таки организовать аудит ООО Международный аэропорт Одесса.